Мохаммед Ясин Шайх У таких учащихся такого требования нет. Мохаммед говорит, что его семья выучила на последние деньги и оплачивать дополнительно еще один курс не в состоянии. Билеты вообще-то, 500 долларов почти почитаем. Уезжают, потом нам надо будет получить визу обратно. Здесь надо поедать, вот это тоже билет почитается. Еще за учебу мы заплатим. В Иордании, откуда приехал Кайс Аль-Бабаб, профессия медика очень почитаема. Для этого и поселился в Одессе, чтобы получить хорошее образование. Но на следующем курсе столкнулся с дискриминацией, жалуется студент. У них не требуют взятки, а заставляют платить за контракт, который для иностранцев несколько раз дороже, чем для украинцев. У нас взяли разрешение с нашего министра в Иордании, что вы можете, этот студент, который не сдал, это Иорданский, который не сдали, вы можете возвращаться в Иорданию и сделать эту практику. А через год возвращаться сюда, в Украину, 50-й Крок 2. Как говорят студенты, итоговый экзамен был проведен с нарушениями. Кроме того, документ о новых правилах Крока был опубликован после его проведения. Почему экзамен не был засчитан, неизвестно. Давали это копию, верные копии за этот акт. На акты я смотрю только 11 имя и все. Юрист, который вызвался помочь иностранным студентам, говорит, что руководство вуза намеренно ставит их в сложные условия. Крок касается только граждан Украины. Единственный выход – подавать в суд. Интересуют неравные условия для студентов. Студенты написали запрос местным политикам и в Министерство образования, чтобы проверить действия руководства медуниверситета. Редактор субтитров А.Семкин